ровно 10 лет назад я приехал в россию тортик шоколадки это очень классно это странно мне было очень странно хотя до этого я очень нормально относился к этом и тоже красивый даже я думаю там могу поставить свои тапочки на спортивный зал он амигу добро пожаловать на канал кик и мексиканец и сегодня очень интересное видео и особенные потому что ровно 10 лет назад я приехал в россию а интересно что я маме рассказывал что мама я пою просит только на один год и вернусь но я вам хочу сказать много из моих друзей говорят что я обрусел я сегодня хочу вам рассказывать какие русские привычки мне больше всего нравится и даже теперь без этого жить не могу а еще я бы хотел что в мексике у нас такие же привычки были первое когда ты приходишь в гости с подарками это очень классно а как говорят что так чаю может быть печенье тортик шоколадки это очень классно в принципе когда ты в мексике обычно ты приходишь и думаешь ну давай что-нибудь заказываем поэтому потом по счетам вы разделяете и все а вы знаете спустя какое-то время я сам когда меня приглашают гости мне самому неудобно прийти с пустыми руками нужно что-то принести чтобы было приятно и это очень классно ребята потому что это говорит о щедрость и также у нас есть пословица на испанском языке lo que cuenta es la atención внимание это очень важно больше чем сам подарок второе это снимать обуви перед ходом домой почему в мексике может быть это не так популярны во первых у нас обычно пол это плитки который делает очень холодный поэтому ходить босиком это точно неудобно понятно есть тапочки но не знаю в мексике не очень популярны поэтому там обычно можно с обуви ходить по всему дому но я это не делаю когда в мексике и правда они странно на меня смотрят третье это сразу пойти мыть руки подождите это не значит что в мексике мы не моем руки мы моем но в мексике обычно говорят мой руки перед дой мой руки перед едой и все время так поэтому ты более привык что перед едой моешь руки а в россии после того что снимаешь обуви сразу в ванную чтобы мыть руки и это сейчас тоже так делаю и четвертое это одежда для дома я заметил что у русских есть такой домашний наряд и кстати это очень интересно потому что когда я начинал жить с русскими они заметили что я лег на своей кровати с жинсы они типа что ты лежишь на своей кровати с грязными жинсами хорошо выглядит ты с улицы пришел бог знает где ты там сидела и сейчас ты будешь с ними где ты спишь и окей хорошо и после этого у меня конечно появился такие шорты классная футболка и у меня есть домашний наряд но в мексике это нормально ты обычно снимаешь одежду когда ты уже собираешься спать пишите в комментариях если у вас тоже из такое понятие ваш любимый домашний наряд номера синьку мне очень нравится лететь с русскими почему что случается когда самолет приземлиться конечно все начнут хлопать я тоже хлопаю но вы знаете первыми ощущения было почему мы хлопаем и вы знаете сразу мне появились четыре варианты почему люди хлопают первое потому что самолет не упал второе это как сказать спасибо пилот но это бессмысленно потому что наковины пилоты он вряд ли это слышит еще он с наушником бессмысленно но второй вариант третий вариант это когда мы уезжаем из россии потому что мы уехали и четвертый это потому что мы приехали в россии и мы очень рады это так что пишите в комментариях какой из этих вариантов вы считаете что это причина номера осейс вы знаете я сейчас очень сильно привык искать все в яндекс поэтому для меня очень интересно что когда мне придется искать что-то на испанском или на английском я обычно использую google но когда я знаю точно что это мне нужно найти в россии яндекс это для меня первый вариант седьмой быть очень грустным когда нет снега на новый год это конечно для вас может быть очень странно тем более я 22 года отметил новый год без снега но находиться в россии когда очень теплая зима и нет снега на новый год это правда очень странно я до этого увидел такое чувство ой нет снега как жал я думаю нормально лучше теплее все хорошо а когда спустя много лет я понял что это да очень грустно встретит новый год без снега восьмой посмотреть срок годности все продукты обычно в мексике я не знаю если потому что там обычно все свежее я смело все положил на тележку а здесь россии всегда надо посмотреть срок годности я это новая привычка 9 научился сказать нет обычно для нас сказать нет думаем что это повод чтобы человек обидится на нас и мы всегда как-то избежаем вот это поэтому для нас очень сложно отказаться и мы предпочитаем сказать какие-то отговорки а вы знаете иногда отговорки это получается еще хуже поэтому сказать хороший красивый нет во время это может быть лучше и избежать от авиди десятые не отмечать свой день рождения саране может быть это кажется странно но в мексике это и может быть когда выходной перед день рождения ну давай отмечаем саране я помню что однажды я был в мексике в апреле со несколько дней до моего день рождения к сожалению не получилось отметить день рождения в россии и там решили мне устроить вечеринку пока я там когда я вижу торт и сидел мама это вообще нельзя россии это очень плохо смотришь что ты отмечаешь а не дай бог ты не не хочешь отмечать потом потому что ты отметил саране это нужно подождать можно отметить потом но не раньше это странно мне было очень странно хотя до этого я очень нормально относился к этому я такой человек с невероятности и способности потерять вещи телефон ключи очки дома поэтому у меня появился нормальный хороший способ чтобы найти домовой домовой поиграй да отдай работает вы знаете это работает поэтому я знаю что можно все найти в россии ну и скажите пожалуйста из вас тоже такой способ чтобы найти вещи дома вы знаете я начинал отличать когда пакет красивые и некрасивые обычно я думал ну пакет это просто чтобы положить вещи а спустя столько лет в россии я думаю это красивый пакет а может я возьму на работу и там был положить свою еду ага это пакет тоже красивый даже я думаю там могу поставить свои тапочки на спортивный зал и вот это тоже красивый там могу тоже для грязная одежда а вот это тоже красивый я могу его взять для грязная одежда в тренажерном зале что-то знакомо потому что я теперь такой и это правда в мексике нет у нас такого привычка хранить и мыть в пакет и красивые нет 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 и последняя пожалуй самое сложное для меня это кушать без воды вы не представляете в мексике когда вы в на бизнес launch они дают примерно литр воды свежая то есть у нас есть фруктами какие-то как компот и я помню что обычно если суп то есть и ложка зуба еще глоток у да это очень много воды я помню что русские себе мне сказали ты заметил что ты ешь это жирная ты еще холодную воду это будет как камешки это будет очень сложно переваривать это нельзя ты должен кушать и потом пить воду ребята это правда для меня было очень странно я так пожалую что на бизнес лошадь такой маленький маленький стака мне дали с водой или с компотами не могу мне нужно литр воды пока я ем но сейчас очень успешно могу вообще есть без воды но я признаю это очень полезно ну и пожалуйста пишите какая была самая интересная для вас если вы думаете что я действительно обрусел дайте знать и я бы хотел подвешать это видео все мои друзья которые меня так тепло принимали в россии и сделал россии мой дом спасибо вам большое спасибо большое россия я вас очень люблю если вам понравилось это видео пожалуйста вставьте лайк и поделитесь своими друзьями я буду очень рад ваша поддержка мне очень важно берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро авиасами вас я